Всем привет! Сегодня на обзоре новая модель недорогой смарт-ТВ приставки X96Q. Стоимость данного ТВ-бокса на момент записи этого видео составляет всего лишь 1700 рублей. Посмотреть актуальную цену вы можете перейдя по ссылке в описании под этим видео. Также напомню, что все ТВ-боксы после обзора продаются по цене Китая в моей группе ВКонтакте. Ссылка на группу также есть в описании. Работает ТВ-приставка на новой операционной системе Android 10.0. Процессор здесь установлен Allwinner H313. Приставка имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренней. Также у продавца есть версия с 1 ГБ, но брать ее крайне не рекомендую. Имеется поддержка Wi-Fi 2.4 ГГц и по LAN-кабелю пропускная способность до 100 Мбит. Комплект поставки сам ТВ-бокс, адаптер питания 5 Вольт 2 Ампера, краткая инструкция на английском языке, HDMI-кабель для подключения приставки к телевизору и пульт дистанционного управления. Пульт обычный, инфракрасный, имеет ряд программируемых кнопок. Работает от двух батареек типа 3А. В обзоре я буду пользоваться вот таким пультом. Он более удобный, имеет функцию воздушной мыши и имеет микрофон. Ссылка на данный пульт также будет в описании. Таким образом выглядит саматовая приставка. Имеет небольшие размеры. На лицевой стороне во включенном состоянии. Горит синий светодиод в выключенном красный. С левой стороны имеется два USB-разъема и разъем под карточку памяти microSD для расширения внутренней памяти. С правой стороны у нас ничего нету. С тыльной стороны имеется разъем под питание. К интернету приставку можно подключить как по Wi-Fi, так и кабелем напрямую. HDMI-выход для подключения приставки к телевизору. Аудио-видео-выход через данный разъем можно подключить к старым телевизорам кабелям 3.5 на тюльпаны. И также имеется разъем под выносной инфракрасный приемник. Снизу 4 ножки, перфорация для вентиляции и 2 отверстия для крепления приставки на стену. Подключаем, смотрим. Таким образом выглядит главный рабочий стол. Слева большая иконка Netflix. Коди предустановлен. YouTube, браузер Google Chrome, Play Market, Miracast. Файловый менеджер, настройки, доступ ко всем приложениям. Изначально было предустановлено вот все, что вы видите на экране. Файловый менеджер есть, беспроводное обновление имеется, Google сервисы предустановлены, Play Market, YouTube, все необходимое есть, остальное уже ставите на свое усмотрение. Внизу имеется строка избранная, сюда вы можете добавить свои любимые приложения, нажимаете на плюсик. Открываются все приложения, которые у вас установлены, отмечаете галочкой, что хотите видеть на рабочем столе, либо снимаете галочку, чтобы убрать с рабочего стола. Верхней строки уведомлений и навигационной панели управления здесь нету. Давайте по настройкам быстро пройдемся. Сеть интернет. Подключаетесь к интернету, либо по Wi-Fi, либо по кабелю. Можно раздавать интернет с данной ТВ-приставки. Вводите свой Google аккаунт. Вкладка приложения. Здесь можно разрешить запретить доступ к каким-то приложениям, удалить приложение и так далее. Настройки устройства. Об устройстве. Имеется обновление системы. Модель X96Q, версия Android 10. Прошивка у меня 14.05, от 04.05.2020. Настройка даты времени. Здесь устанавливаете свой часовой пояс, чтобы часы правильно отображались. Выбор языка. Прошивка мультиязычная, все языки здесь доступны. Выбор клавиатуры. Настройка мыши. Настройки экрана. Если у вас телевизор 4К, вам будет доступно разрешение 4К. Можно зуммировать экран, раздвинуть, сдвинуть, подогнать под ваш телевизор, если изначально что-то не совпадает. Настройки Color Space имеются. HDR, SDR. Настройки звука. хранилище, заставка, местоположение, безопасность и ограничения, специальные возможности и сброс на заводские настройки. Довольно урезанные и скудные такие вот настройки. Давайте в работе смотреть, проверим Miracast. Вот определился мой телефон, принимаем. Miracast работает. По Play Market. Здесь установлена такая вот ATV версия. Можно установить либо Update TV, либо такое вот приложение APK Pura. Здесь уже найдете все необходимые приложения. Давайте на YouTube зайдем, посмотрим максимально допустимое разрешение. Вот я уже искал 4K видео, давайте воспользуемся голосовым поиском, проверим работу. Видео 4K 60 FPS. Голосовой поиск работает, открываем 4K ролик. Ну вот пошло воспроизведение. Заходим в качество, видео. У меня выставлено разрешение 2560 на 1440 30 FPS и это самое максимальное разрешение, при котором нету лагов, подергивание подергивание. Если поставить такое же разрешение 60 FPS, уже будут фризы. Вот, пожалуйста, уже видны подергивания. Смотрим воспроизведение фильмов онлайн. Пошло воспроизведение. Промотаем. Ну, здесь претензий нету, все нормально воспроизведение. Давайте через торренты попробуем какой-нибудь фильм открыть. Пошло воспроизведение. С небольшими торрентами приставка также справляется. Тяжелые торренты по 50 гигов вы здесь уже не откроете. Давайте теперь с носителя откроем какой-нибудь тяжеленький файлик. Ну вот 4K HDR10 с 3840 на 2160 60 FPS. Ну, с носителя с тяжелыми файлами вроде как справляется. Давайте еще вот фильм. У меня есть тяжеленький 60 гигабайт. Промотаем. Да, с носителя тяжелые файлы воспроизводят. IP телевидения давайте еще запустим, проверим. Перейдем на HD каналы. И женаты? Да, мы были женаты. Правда здорово. И это наша малышка. Ну, IP телевидения здесь претензий нет. Прокатимся до мульта. Давайте в браузер еще зайдем. Новости спорта. Какую-то информацию найти, почитать можно. Приставка совсем даже не игровая. Парочку игр я простеньких установил. В upcoming video. Продолжение следует... Продолжение следует... Паруч về torpedo или гидation vibraph لو. Какие-то совсем плохие пироги. Давайте зайдем в AIDA64, сверим заявленные характеристики. Модель X96Q, 2 гигабайт оперативной памяти, из 16 внутренней нам доступно в районе 11,5 гигабайт, остальное забирает система. Bluetooth показывает 4+, блютуза здесь нет. 4 ядра Cortex-A53, тактовая частота 1344 МГц. Хороший видеочип установлен Mali-G31. 10 версия андроида показывает, что есть root доступ, на самом деле root доступа нету, проверял программкой root checker. По температуре сейчас вот в простое в районе 70 с небольшим градусов, в работе в районе 90 градусов. Охлаждение здесь по-хорошему надо допиливать. Я делал троттлинг тест, давайте скриншот вам покажу. Вот скриншот троттлинг теста, на 13% падала производительность в среднем при максимальной нагрузке. Ну и по кодекам вот можете видеть, какие кодеки присутствуют. В Antutu приставка набирает 52543 балла, 3DMark 3882, Geekbench 468 в одноядерном режиме и 1241 в многоядерном. Чтение внутренней памяти 114 мегабайт и 49 мегабайт на запись. Спид тест у меня от провайдера максимальная скорость 70 мегабит, Wi-Fi 2.4 гигагерца на получение 23 мегабита на отдачу 26. И по кабелю на получение 70 на отдачу 73. Вы сами только что видели в работе данную ТВ приставку. Да, с базовыми задачами там фильм какой-то посмотреть в HD видеобоксе. YouTube, IP телевидение, приставка справляется, но прошивка еще сыровата. Есть что дорабатывать. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok